всем привет обычный вход засов это гараж гараж запирается там на ключ на засовы опять же гараж покрыт железной крышей стенки бетонные здесь у нас просто веранда веранда обычная ничего такого сверхъестественного пол залит бетоном вот винтажный шкаф стоит открывается все нормально хотим в дальнейшем поставить квартиру пока будет стоять пока мы там ремонт не сделаем но красивый рисунок хотел отшкурить чтобы отреставрировать в общем сделать нормального цвета может быть его деревянного цвета просто отлакировать его ну и наверное придется петли с ним потому что шкаф покосился немножко икона досталась от прежних хозяев говорят они здесь было когда они дом купили так в общем она нам и осталось николай чудотворец вот диван раскладушка кровать здесь у меня лежат яблоки вот я и так укрыл что пока что под пол не спускать потому что домой мы все сидим до заморозков выход на веранду наш вернее во двор выход с веранды стенка частично кирпичная частично компонентом цемент ленточный у нас сделан ленточный фундамент сделан два кресла которые я хочу в дальнейшем тоже отреставрировать и поставить в дом у нас будет зона где можно будет отдыхать и вкушать я не знаю тишину например вот дальше у нас еще идет один выход на улицу это кстати наши остатки урожая которые мы собрали зеленые помидоры и зеленые недозревшие кабачки перцы прошу прощения так тут у нас задний двор сегодня тепло сегодня тепло хотел поехать к родственникам в гости вот но думал как вы одеться потепле но по ходу дела можно одеваться не очень тепло можно поехать фактически так будет в принципе нормально странно да так в питере когда я жил у нас не было такой погоды чтобы не знаю в конце октября стояла жара вот как сейчас ну то есть я стою в рубашке и в толстовке и как бы очень комфортно тепло так здесь у нас гараж остался с кучей всякого хлама инструмента есть движочек который можно будет подключать пользоваться например что-нибудь точить ну либо не знаю обрабатывать инструменты есть это ножовки так что то еще у нас есть различные хомуты для сантехники инструмент все не знаю честное слово вот что мне понравилось это то что наушники есть гарнитурой надо и конечно отреставрировать и можно будет наверно пользоваться железный шкаф здесь якобы должен быть инструмент но тоже здесь особо ничего нету предыдущий владелец наверно был этим сварщиком очень много контактов для сварки не знаю как точно их называют бурф они им сверлили землю вообще это вроде как бур для того чтобы выходить на рыбалку здесь у нас погреб он такой достаточно глубокий метра 2 на 3 квадратных осталось кучами обуви 45 размера предыдущих хозяев они это все не выкинули лежала под пакетами сейчас мы начали разбирать увидели надо будет выкидывать разбирать этот хлам не знаю что нибудь здесь будем делать на этом мастерскую секунду сделала или еще что-то венчик один остался такой вот одеяло есть корсет нашли для горбатых как раз нам самое то постирать можно пользоваться наверно там гладильная доска куча всяких зарядок этот пылесоса вроде как деталь это маленькие отверточки короче куча всякого хлама вот шкаф шкафу там банки по моему стоят поварешка банки шлангом мы поливали растения пока будет можно 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 поливать куча вешалок мы их наверное занесем домой потом вот штаны какие-то страшные рабочие какие-то рабочие штаны ну мне нужны рабочие штаны на самом деле на постирай буду пользоваться вот лампочка большая есть интересно не знаю куда не вкручивали там еще куча вешалок здесь остатки элементов от ремонта дома так пошли дальше дальше идешь идет наш сарай на кто бы знал за сколько мы купили это свинокомплекс раньше здесь хозяева держали свиней но еще у того как мы его купили так свинокомплекс в общем то ничего здесь нету пустое большое пространство надо придумать как его использовать есть мысль использовать его под выращивание этих грибов вешенки и шампиньоны и продавать сарай шпал ну утеплить немного надо так в целом нормальный крепкий так добра у нас никакого нет убрать ничего немножко досталось дров для бани от предыдущих хозяев там летний туалет ну и баня наша небольшая баня печку баня типа как называется самовар вот вспомнил название там стоит внутри внутри в общем там находится труба по которой в горячий воздух и там снизу еще печка то есть топится снизу и труба прогревает тем самым достаточно должна быстро нагреваться но мы один раз топили как то не очень хорошо получилось вот банька старенькая пол был лучше заменить доски по крайней части досок чтобы восстановить ну что было нормально палиться мы все ли по затыкать надо потеплить чтобы в парилке было потеплее то с парилки жар уходит дверь отходит он вставляю сюда гвоздик чтобы дверь не открывалась когда запил воли более-менее на самом деле на улице плечем баня так что это за деревья честное слово не знаю говорили что это груша где-то яблони где-то слива у нас растет еще что то здесь что у них здесь росло предыдущих хозяев мы не знаем засадили они это все горчицы чтобы земля восстановилась здесь у нас был укроп и лук парей весь удалили потому что часть законсервировали часть засушили силосная яма у нас полнейший здесь пока что разброс и свинарник зеленый там сливная яма для баня здесь росла репа свекла перцы лук что-то еще там просто не помню там дальше кабачки были здесь были помидоры в этой лице навесной помидоры по моему огурцы что еще там тоже был не помню здесь была зона забоя ней вот тут и на веревку подвешивали до убивали вот что теперь здесь сделать тоже не знаю может быть маленький курятник сделаем как раз после себя помещается вот примерно до этого места сделать сам курятника здесь выгул что был что все под крышей находилась утеплите естественно стенки все это надо будет сделать нормально по-человечески но зато у нас будет свои курицы и яйца парник достаточно большой мы им уже не пользуемся все что можно было там туда снять сняли хотя нет жена не все сняла есть еще немножко помидоров что мне нравится самарской области что у нас карелине будут помидор еще достаточно здоровый но был зеленый сейчас уже покраснел немножко но здесь так тепло он даже красный помидор есть дозрел нить зеленый так посмотрим может еще огурцы подошли у нас огурцы были так он OppenbergQué еще красный о красная-то треснула аään ответственным ладно потом с не придем с гостей с ним с fertility посольный красные помидоры нас дозрел хоть и холода она назревает все где наверно успевать прогреваться земля и все это так огурцы все на следующий год будем тоже садить огурцы помидоры здесь будем закатывать банки потому что сейчас наготового фактически нету все будет только на следующий год хороший шарф хочу забрать домой ой здесь холодно с улицы как заходит заходишь так здесь мы тоже пока что еще на самом деле ничего не планировали что будем сажать как и здесь между прочим как только придумаем что посадить как только придумаем что посадить сразу же будем садить садить высаживать так тоже что за дерево не знаю вроде бы яблоки это тоже вроде яблоки виноград виноград уже почти весь отошел я сделал из него вино так здесь опять же куча укропа я написал объявление на авито что продам весит коп который у меня здесь есть за 2000 рублей на пока что никто не откликнулся не знаю виноград еще на не забыла вроде бы сорт называется еще вы ничего железный гараж гараж большой просторного яблочко не видел нужно будет помыть есть так гараж просторный большой вот показывать сейчас вы не будут там света нет не знаю кто ничего все равно не видно будет поэтому нет нет смысла смотреть так здесь земляника у него было здесь цветы на моих вот или пока делали вот эту вот антенну ну и соответственно сам дом как выглядит домик так ну вот это весь обзор нашего участка следующий раз сделаю обзор дома что кому понравилось видео ставьте лайк не понравилось ставьте дизлайк а я пошел домой